здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала вот на выходных мы сейчас едем ребенка отвезти на дзюдо у него сегодня тренировка но вам сейчас покажу где его зал уход зала находится в такую засратненькой аллее как вы видите ну вот тренировка уже началась пока детки заниматься мы решили пойти немножко прогуляться вроде на улицу плюсовая температура очень зябко ну вот тренировка уже закончилась мы направляемся в сторону дома сейчас где-то 17 30 уже смотрите какие сумерки на выходных я решила побаловать своих родных и сделать долму я же приготовила фарш у меня там говядина и индюшка и вот купила виноградные листья виноградные листья слишком кислым их нужно будет мне вымочить чтобы немножко убрать ту кислоту сами листья конечно тоже не очень хорошие старые в общем выбора большого нету поэтому удовольствием вся чем есть листья точно не помню откуда были завезены но это не местные естественно так они интересные закручивают надо сейчас их будет хорошо промыть листья конечно стареньким нужно будет наверно это все долго варить ну вот все уже подготовлено можно приступать к процессу ну вот один уже готов рис я тоже естественно добавила фарш но не очень много предпочитаю что больше было мясо конечно весь процесс я показывать не буду сейчас вот пару штук вам покажу ну вот прошло некоторое время сейчас покажу вам результат вот у меня целая кастрюля долнушек смотрите сейчас я их буду варить буду варить где-то полтора часа так как листья жестковатые вот долма уже готова сейчас самое главное добавить йогурт у меня вот такой вот ну и можно будет конечно уже садиться кушать всем кто сейчас кушает приятного аппетита вот друзья уже следующий день воскресенье мы вышли на прогулку пройтись китайскую лавку увидели тут белочки с ума сходят тут их 8 или 9 что посмотрите а вы знали что белки в канаде серый и зорный а рыжих нет у нас плюсовая температура но солнца нету как сами видите а еще в канаде нету бродячих кошек и собак их обычно отлавливают но естественно их не убивают их просто содержат в таких специальных местах ну и потом если кто-то хочет себе взять домой там собачку или кошку может прийти в это место и бесплатно взять ну вот мы наконец дошли китайской лавке сейчас посмотрим что там есть интересного ну давайте посмотрим что у них тут внизу есть интересного вроде ничего такого не вижу у них такая маленькая морковочка сейчас по скидке такой кулек стоит доллар как раз удобно будет ребенку в школу давать на перекус ну вот она вроде неплохая на ежевику две упаковки стоят 4 доллара упаковки где-то 170 грамм это где-то двести шестьдесят пять рублей приблизительно надо сделать slapped твадцать пять рублей дошли получила тратить пять рублей дошли получила ой 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 Сейчас у них зелень тоже посмотрю. В общем, что-то в этот раз у них и цены повыше, и как-то брать нечего по хорошей цене. Ну вот, по мелочам взяла. Вот, мы уже направляемся домой. Посмотрите, какие птички активны возле кормушки. А внизу еще бегала белка и ждала, когда что-то от птичек упадет на пол, чтобы она могла покушать. Ну вот, друзья, мы уже дома. В общем, взяли две упаковки ежевики. Здесь у меня кудрявая петрушка, у нас называется итальянская. Взяла два граната, было по скидке, получается, штучка доллар. Также взяла огурцы, помидоры, немножко цветной капусты, ну и морковки. Ну, в общем, такая вот мини-закупочка. Вот, решила сварить варенье из нектарина. Вот у меня варится оно. Очень вкусно получается. Ну, а на ужин я решила сегодня сделать мясной пирог. Или даргинское чуду. Паш я использую из индюшатины. Ну, что есть. Ну, лучше, наверное, будет говядина или баранина. Теперь я добавляю картошку. Она у меня порезана тонкой пластинкой. Можно, конечно, резать её как угодно. Ну, я показываю свой вариант. Ну, и теперь всё это аккуратненько закрываем. Косичка у меня, конечно, не очень красивая получается. Есть девочки, деды, всё очень шикарно. Ну, что есть, то есть. Мне кажется, главное, чтобы было вкусно. Ну, всё, это процесс закончился. Сейчас я его смажу яйцом. И оно пойдёт в духовку выпекаться. Я таких гер пирога два. Ну, как бы вкусного должно быть много. Смотрите, как он подрумянился. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Спасибо. Смотрите. Спасибо. Продолжение следует...